Проект Пин-Код в эфире телеканала Беларусь-2 и сегодня с вами в студии работает очаровательный Илья Кононов. Спасибо, Аня. Как попросил, так меня и приставила. И очаровательная, конечно же, Анна Ваганова. Мы говорим вам здравствуйте, дорогие друзья. В 97-м году московская школьница организовала ограбление банка. Причем этот банк принадлежал ее маме. Девочка призналась, что на криминал ее толкнула сама родительница. В делах управления банком, по словам несчастной школьницы, мама совершенно забыла о ее существовании. Мои родители слишком заняты карьерой. Тема нашего сегодняшнего эфира, дорогие друзья. На нашем уютном белом диванчике наша первая гостья Мария. Мария, здравствуй. Здравствуйте. Как у тебя настроение? Отлично. Ну, я знаю, что у тебя есть проблемы с мамой. Есть. Рассказывай, о каких проблемах идет речь. Моя мама режиссер и все свободное время она проводит на работе. Приходит домой только вечером. И получается, что мы почти с ней не видимся. Но только вечером это понятие растяжимое. В какое время приходит мама с тобой? Ну, вообще, когда как. Но чаще всего это где-то 9-10 часов вечера. За чашечки чая? Нет. Даже в воскресенье на работе? Даже в воскресенье. Мы просто сидим, пьем чай. Вот видишь, все-таки пьете чай. Ну, иногда бывает. А у тебя не возникало мысли саботировать мамину съемки? Как в фильме. На бедное Саша. Да. Семейный бизнес, нет? Ну, такого еще не случалось. Просто поняли с ним. У ребенка температура 39, неважно какая, да? Мама, перед тем, как отправиться на работу, берет таблетки. Тут у нас валидол, тут у нас биналкиды. Принимаешь, а вечером мы как бы созводимся. Так это происходит? Как это правильно выразиться? Не против того, что ты приходишь и рассказываешь свою проблему? Все хорошо, мама не против. Мама в аппаратной, мама режиссер. Мама все знает. Постригла вот так вот, почти под каре. Сама или пошла в парикмахерскую? Сама. Сама постригла в домашних условиях? Перед зеркалом. Класс. И? И получилось очень ровно. Бывают такие сложные моменты. Хотелось бы куда-нибудь или к подружке свалить, или к бабушке, даже в другую комнату. Но ненадолго. Нет, конечно же, ненадолго. Ну, видишь, пытаешься, значит не все так плохо. Может быть, ты просто выдумала себе это все. Знаешь, недолюбленные дети, мне кажется, они какие-то скромные сидят, все время в стороночке. Никто на них не внимает. Это ты так тебя представляешь? Да, внимание, да. Внимание не обращают. Здравствуй, Евгения. Расскажи ко мне, пожалуйста, о каком предложении идет речь? Я предложила своим родителям выбрать или меня, или карьеру. Я живу вместе с бабушкой и дедушкой. Это очень... Что? Я всю свою жизнь прожил с бабушкой и дедушкой, скажу тебе честно. И счастлив в этом. Тебе не кажется, что это жестко очень? Сейчас они работают в местном суде. И они приходят домой уже не в 22, как раньше, а в 6 часов вечера. Хорошо. А что было бы, если бы родители вдруг отказались? Я бы тогда решала это в суде. Они бы... Я бы жила с бабушкой и дедушкой, и каждый из родителей мог бы уделять мне по 2 часа в неделю. Ага, то есть наказала бы таким образом. Давайте, рассказывайте. Я, наверное, не совершала плохих поступков таких, что, боже, прям ужасных. Но бывали моменты, когда я специально просила своих педагогов поставить мне плохую оценку, чтобы родители обратили на это внимание. Как педагоги на это реагировали? Педагоги были шокированы. Слушайте, ну вы вообще, тебе просто два сапога падали. Про маму говорят, а про папу вообще не спросили. Вообще они разно... Мы ни разно не затронули. Подожди, Ань, но... Ты живешь одна. Ну, получается, что так... Нам срочно нужен в студии психолог. Что вы думаете по этому поводу? Если удовлетворять человека только его физиологические потребности, покушать и одеть, человеку этого недостаточно. Для того, чтобы формировалась целостная, гармоничная структура, так скажем. Вы смотрели наш эфир за кадром. Не раскатали ли, простите, девчонки, губы нашей героини, говоря о том, что родители не уделяют ей времени, поэтому мы будем всячески делать протесты. Разные. Вот обрезали волосы, в данном случае поставили ультиматум. Для вас важнее, может быть, внимание мамы в данный момент, ваше взросление. Потому что вы в подростковом возрасте, и модель женского поведения очень актуальна для вас. Вы такая счастливая или родители тоже? Если смотреть за родителями, то я думаю, что они тоже стали счастливее, потому что внимание дочери, это же тоже важно. Нет, это, конечно, важно. Вы думаете, что... Что произошло, я думаю. Я просто с вами был психолог, и он вообще не понимает, что происходит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!